Ребят, всем привет. Посмотрите, вот это была моя мечта, я конечно приду к ней. Это геофагусы. Посмотрите, какое количество. Просто, да. Видите, сидят, можно говоря, в аквариуме, ждут, чуть-чуть подрастут, окрепнут. Вот сейчас покормим их. Да, геофагусы, конечно, приобретают свою красоту конкретно, когда, ну, чуть-чуть подрастут, да. Годика будет. Тут не только геофагусы, тут еще другие американские цихлиды у нас есть. Вот тут американцы. Геофагус рыбка довольно дорогая, не из дешевых, однозначно. Видите, внутри сейчас воздадите вопрос, стоит фильтрация, то есть и в аквариуме вот губка простая стоит, вода довольно чистая, не довольно чистая, а чистая при таком населении. Там еще с другой стороны горшочек стоит. Вот спросите, а почему еще в одном, в аквариуме, в одном вот аквариуме, да, еще стоит один аквариум. Там сидят другие товарищи, ну, которые очень медленно кушают, их надо оберечь. Потому что эти, смотрите, налетают, все, хоп-хоп-хоп, все сняли. Ничего практически нет. То есть они особо не стесняются. А вот тем товарищам надо отдельно бросать, пока они поедят, чтобы в голову не погибли, пока не окрепнут. Они, как говорится, в другом. И чуть-чуть подрастут, и тогда их уже в общую тусовку. Вот, что вот это за экземпляр, знаете, длинненький товарищ. Вот он. Друзья, я даже не знаю. Кто из вас знает, что это за африканская цехлида? Американская, африканская. Африканская, это другая, это Америка. Когда я сейчас снимаю, знаете, до этого так особо не смотрел, то есть я думаю, покажу вам американцев, молодых геофагусов, думаю. Тут довольно, тут где-то 5 различных видов геофагусов. Мы еще снимем через каких-то полгодика, они чуть-чуть подрастут. Мы посмотрим разницу, как они выросли, как они окрепли. Потому что они уже переедут совсем в другой аквариум. Будет совсем другая тема и красота. Сейчас покормили рыб, знаете, и такой запах корма был. У меня такое воспоминание, 20-летней давности, вот этот именно запах такой, не передать ему, такой, знаете, коричневый корм, гранулы. Ах, как он вкусно пахнет. Кто, кто помнит 20 лет назад кормил, тот знает это. Сейчас все новые современные тетровские корма не имеют практически, практически никакого запаха. А тогда был суперский запах. Такой еще жирный был корм, грешь, пальцы жирные, бросил. Ай, так хотелось, может быть, с кока-колой съесть на вечер. Ладно, ребят, шучу-шучу. Так что вот, вот такой аквариум хотел я вам показать. Показать молодые в биофагусах и посмотреть потом, когда они подрастут, насколько это прикольно будет, как это будет классно выглядеть. Так что, ребят, спасибо, что смотрите, комментируете, ставите лайки. То, что вы есть. Всем пока-пока-пока-пока-пока.